Как я вот с этой сукой буду сейчас общаться? Да нужно самой быть самодостаточной и успешной Хейт, мое второе имя Что бы ты порекомендовала девушкам? Ебало вовремя завалить можно Единственное, просто заткнись вовремя Какая ты на самом деле? Я хочу вкусно есть, жить в красивом месте, трахаться, все Что помогло тебе встать на ноги? Да ее мужик подобрал Вот кем бы ты была без Демида Он тебя на новосибирской помойке подобрал МЖМ или ЖМЖ Зашкварилась, господи, какой ужас Всем привет, сегодня у нас в гостях Участница шоу «Холостяк» Экс на пляже Автор бестселлера Спроси меня, как быть богатой, успешной, счастливой, красивой Влада Якушевская Влада, привет Привет Я тебя запомнила и представила Как ты была, можно так сказать, пять лет Когда я впервые на тебя подписалась А какая Влада Якушевская сейчас? Вот расскажи немножко про себя сейчас Да в принципе все то же самое осталось Двигаемся в том же направлении Ну плюс я сейчас такая более домашняя, семейная, беременная, как-то успела заметить Ну в общем, больше успокоилась, что ли Раньше вот образ, да, у меня такой Я когда впервые пришла на тусовку с тобой Я когда увидела, что ты заходишь И я думаю, ну как я вот с этой сукой буду сейчас общаться Все-таки у тебя образ в инстаграме такой дерзкий, уверенный И такой вот, ну прям сука, я бы сказала Это ты не первый человек, кто так говорит Когда мы с тобой начали общаться, я поняла, насколько ты открытый, добрый Вот какая ты на самом деле Ты такая многогранная Да вообще, ты знаешь, я не знаю, почему создается впечатление, суки, высокомерные причем Раньше я думала, как, я плохо видела до того времени Пока я не сделала коррекцию зрения Я там заходила куда-то в клуб, где тусовка, да И просто проходила мимо людей, потому что я их не видела Ну, просто забыл И создавалось впечатление, что я такая, знаешь, нос задрала И мимо всех прохожу, ни с кем не здороваюсь В общем, может отсюда какое-то, знаешь, там впечатление Что я там, сука, высокомерная На самом деле никогда не было цели такой образ себе создать Опять же, может быть, потому что правду матку постоянно говорю В том же Инстаграм, да Говорю как есть, говорю прямо, иногда жестко, хлестко Но воспринимается это как будто я такая стерва Да, именно так Но я не пытаюсь вот такой быть Ты просто проявляешься Наверное, просто оно само так, да Мне кажется, почему-то, что я очень по-доброму это делаю Из доброго сердца Ну, вот я... Все почему-то... А ещё и обижаются Обижаются, да, злая Ты сейчас живёшь на Бали У тебя мужчина-красавчик Димит Резин Ты хорошо зарабатываешь Твоя беременность прекрасна Ты, насколько я знаю, летишь в Аргентину То есть даёшь рекомендации, советы девушкам Есть свой бестселлер, свой курс То есть, можно так сказать, шикарная точка Б К чему стремятся многие девушки А давай перейдём к той Владе, которая только начинала свой путь И ты много раз в Инстаграме рассказывала, да, ну вот урывками я помню Что тебя бросали, у тебя там двое детей от разных мужей У тебя не было денег, ты была беременная с детьми, с ребёнком точнее У тебя даже там работы не было Вот расскажи немножко про тот период и как, что помогло тебе встать на ноги Я бы хотела поправочку внести, что ещё не точка Б Да, это промежуточная Классно Да, у самурая есть только путь, в общем, поэтому я ещё туда не пришла, как мне кажется Ну для многих, для многих, имея в виду, это как бы цель Ну да, какое-то, да, есть достижение У тебя идёт дальше, мы поговорим позже о твоих планах Я не обесцениваю ни в коем случае, конечно, свои достижения, да, есть чем гордиться Ну естественно, как мне кажется у любого человека, который чего-то добился Его путь, он чернист Ну я, по крайней мере Ты всё-таки считаешь, что нет вот этого успеха в лёгкости Ну я, по крайней мере, не знаю людей Вот, по крайней мере, моего поколения и старше Которым всё вот свалилось на голову И они такие ничего не делали Ни через что там, ни через какие трудности не прошли Опыта там шишек не набивали, опыта не набрались И у них такой раз, и всё Нет Ну вот расскажи про сложности Вот иногда, если бы я не знала твою историю Я думаю, ну а чё, ей повезло Богатый муж, сама красивая сексуальная генетика Знаешь всё, генетика Слушай, это главная ошибка Большинство девчонок думают, что ну это и повезло просто И начинается там Да её мужик подобрал Вот кем бы ты была без Демида Понимаешь? Он тебя на Новосибирской помойке подобрал Тут же там другие говорят, что это я его подобрала И вообще он Альфонс, и я его содержу В общем, ну такие разные комбинации в головах людей Лишь бы придумать вот какое-то, знаешь, оправдание Да, своему бездействию Проходила через всё Давай вернёмся к самой жопе Я прошла афганскую войну Самая жопа Ну, как мне кажется Сейчас вот опять же, да С тобой разговаривая Я уже думаю, что это не такая уж и жопа Ну что, ну Люди через худшие испытания проходят Я была беременна вторым ребёнком Сыном своим долгожданным С его отцом всё было прекрасно Замечательно строили планы, значит И, в общем-то, я вынашила ребёнка И в один момент Вот клянусь ни с того ни с сего На пятом месяце беременности Он возвращается из своей поездки к родителям И заходит такой в квартиру и говорит Ты знаешь, мне не нужна ни ты Ни твой комочек в животе Идите И всё Честно, ну Я думаю, там Многие беременные Да-да и не беременные женщины Ты мне сказала Мне очень же Да, поймут, что У тебя просто земля из-под ног уходит Хотя, по сути, да Вот сейчас я думаю Ну ничего, ну с кем Ну бывает Ну такое, да Но тогда мне казалось, что это просто конец света У тебя уходит земля из-под ног И все твои планы Вот так, знаешь, за секунду Просто всё рушится Всё, о чём ты мечтал О семье И ты такой стоишь И вообще А я ещё с сохранения только вышла То есть на работу мне выходить нельзя Там, знаешь, дальше работать Зарабатывать деньги мне нельзя Потому что у меня угроза выкидыша Вот И ты такой думаешь А что мне дальше делать Без денег Без своего жилья Без мужика В другом городе Ну мы в Москву переехали На тот момент И я, значит, как побитая собака Со своей старшей дочерью Собрала свои котомки И вернулась в Новосибирск Ну реально Ну вот в тот момент у тебя была какая-то вот истерика Да, конечно Потому что я просто рыдала днями Днями, ночами напролёт Я испугалась за себя И за ребёнка До такой степени Что я прихожу в женскую консультацию Говорю, сделайте что-нибудь Ну я просто не знаю Какие там Можно пить медикаменты Чтобы успокоиться Знаешь, ты же беременна ещё В этот момент И они говорят Ну вот у нас есть этот Штатный психолог Давайте Вперёд Значит, захожу к этому психологу У меня всю Значит, не могу остановиться Вот эти слёзы Они бесконечны Рыдаю И она мне такая Говорит Знаете А вот Вы уверены Что вы будете рожать? Женщина На пятом месяце берёмся Она говорит Он же будет Всю жизнь вам напоминать Своего отца Который вот так С вами поступил Я такая У меня сразу Все слёзы прошли Я стою Молча Одеваюсь И на трамвайчик И просто И у меня вообще Тогда Надежда Любая просто Пропала Я просто стою Чувствую себя Самым одиноким Человеком На земле Которому помощи Ждать неоткуда И вообще Знаешь Света в конце тоннеля Не видно Ещё и кредит На мне ещё висит Всё по классике Понимаешь? На что брала кредиты? Это вообще Прекрасное моё решение Я брала кредит Чтобы свозить Отца своего будущего Ребёнка В Таиланд По горячей путёвке Да, я взяла кредит Ладно, ты та самая Которая Сейчас тебе пишут в директ Почему я ему отвечаю С сознанием дела? Потому что я сама Такая же дура была Вот сама Я сейчас Назад оглядаю Суду Блядь, как так вообще Ты что делала? Ты же была До того, как ты в это вляпалась Умная баба У тебя всё было хорошо С мозгами В какой момент У тебя вот этот вот Поломалось А вот почему, кстати Думаешь, такое происходит? Я не знаю Наверное, настолько Не знаю даже Может, доверилась Как-то мужчине Или переложила на него Вообще всю ответственность За свою жизнь В том числе Но я настолько была уверена Что всё классно Что со мной Ничего не случится Что я рожу ребёнка У нас будет классная семья Там, да Я потом выйду на работу Работать И, ну, в общем Мы будем вот как Среднестатистическая Классная семья И ноль сомнений было Что нужно там Какую-то подушку Откладывать В безопасности себе Какие-то деньги В кубушку собирать Думать о том Что в любой момент У тебя этого может не стать И вот, знаешь, как Не стало И ты переехала в Новосибирск Без денег С ребёнком Беременная Ну, на тот момент Один в животе ещё был Что было дальше Наверняка каждая девушка Задумывалась на время Оставить роли мамы Жены Профессионала И побыть просто В роли женщины Где-нибудь на море На островах Медитировать Посозидать Заниматься своим телом Вкусно есть В общении Кругу Шикарных женщин И такая возможность Есть благодаря Женским кэмпам И ретритам С 10 по 15 марта Будет покрусающий Женский кэмп На Мальдивах Где каждое утро Вас ждут медитации От сертифицированного Тренера Который обучался В Индии Медитации Значительно снижают Уровень стресса Повышают твою интуицию Чувствование мира Раскрывают твой потенциал И в буквальном смысле Омолаживают организм За счет перезагрузки Нервной, эндокринной И гормональной системы Также с утра Будут проходить Зарядки От международного тренера По Витнесу И фейс-пласт Эти упражнения Позволят вам Расслабить тело Растянуть Преодносить Красивую осанку Убрать Отеки И лишний вес Кэмп Предусмотрен Таким образом Чтобы быть В балансе Совмещать Отдых Общение Загар Контент И мягкую Трансформацию Женские практики Мастер-майнды Приходи по ссылке В описании И присоединяйся Я снимала Комнатушку Где мы жили Я, дочка Ну потом уже Сын родился Это была комната Не знаю сколько там Квадратов 10 Если было То хорошо Там была кухня Спальня Зал Короче все вместе Да И в общем Но я была счастлива Что мне помогают Мои подруги Отец Дочки Что я могу Хотя бы потратить Ну на жилье Вот я сегодня Плачу за эту квартиру И не знаю Чем я буду платить За нее в следующем месяце На что я куплю Памперсы Ребенку Что мы будем есть Это Ходит в школу Во второй класс Ей нужно там Одежду Знаешь И все остальное Это Действие гормонов Еще в тот момент Вот этих Послеродовых Ты вообще чувствуешь себя Я не знаю Глупо об этом сейчас говорить Да ну тогда У тебя ощущение Что ты руки на себя Наложишь просто Потому что тебе кажется Что все Ситуация безвыходная Ну все Конец И я думала о том Что Я пойду Мыть пол Пока у меня Захар спит Вот у нас Внизу есть магазин Я буду мыть этот пол Хочешь какие-то деньги Там не знаю Две тысячи рублей У меня будет Ну хоть что-то там Из еды я смогу покупать Ну благо Сия участь Меня миновала Еще знаешь Какой момент был До всего этого Я достаточно узнаваема Была в Новосибирске Уже на тот момент Я постоянно В тусовке Я в клубах Меня почему-то запоминают Ну то есть Меня знает Весь город Плюс инстаграм Там плюс-минус Уже начал Развиваться в тот момент И вот этот момент Что ты вся такая И все думают Что ты классная Что у тебя все Вообще на Фоксе У тебя какие-то там Все думают Что у меня есть Какие-то богатые мужики Которые меня содержат Понимаешь А ты в этот момент Последний хрен Бессоли доедаешь И Вот это тоже Пойти Знаешь Мыть пол Это как Ну по своему эго Так проехаться Ну ты готова Я была уже готова Главное Прокормить детей Мысль да У меня была Что блин Меня же увидят Ну все это И что ты начала делать Вот смотри Маленький ребенок Один ходит Во второй класс Второй вообще Грудничок Ты снимаешь квартиру Как вообще Из этого можно выбраться Я просто не представляю Что вот Получилось Какая может быть Мотивация Слушай Вот здесь Может я скажу На чудо Какое-то Можно писать На чудо В виде Я искала Возможности Я не сидела Своё предназначение Не искала На тот момент Понимаешь Какое у меня Призвание В этой жизни Вот давайте Я сейчас Любое Что-нибудь Мне дайте Всё что угодно Мне не надо Чтобы меня там В Газпром позвали Там на топовый позит Всё что угодно Я ходила Пыталась устроиться В Евросеть Тогда Я не знаю Что есть Нет В общем Продавцом Этих Телефонов Сим-карт Но меня туда не взяли Сказали Куда у вас Вот родился Ребенок Вот что В общем И Ты думаешь А куда Действительно Тебе пойти Работать Когда у тебя Грудничок Кто с ним будет Ну И ты Ещё больше Зарываешься В этом Что всё А тогда Не было Развита Вот эта История С онлайн Профессиями Их просто Не было Никто тебе Не рассказывал Ты сейчас Из каждого Утюга Тебе Сегодня На Отучись Вот На ретушора Завтра Отучись Там Я не знаю На инвесора Вот На На Вайлдберрис Там Всё И ты можешь Вот здесь Сидеть В ноутбуке Или даже В телефоне И зарабатывать Деньги Тогда не было Такого И тут Не знаю Вселенная Меня Или бог Как угодно Назовите Любит Потому что Мне Вот такой Шанс Подвернулся Это сетевой Бизнес Который Тоже Тебе не нужно Ходить на работу Собственно И я схватилась Вот так Вот за него Всем чем можно Потому что Это был единственный Шанс В моей жизни Всё Больше Никто Мне не предлагал Работу А тут Мне предложили И пошёл заработок Приходи Будешь выкладывать Посты В своём инстаграм Где там Ещё было Три коллеги Я такая Да давайте Если мне за это Будут платить Да боже мой Буду 5 постов Я буду 5 постов В день выкладывать Конечно А что вот Можешь порекомендовать Вот девушкам Или мамочкам Которые беременные У которых нет денег Которых может быть Бросили сейчас Вот какие-то Ну условно Назовём их Мотивационными Да Или психологическими Вот с чего Им начать Как собрать Себя в кучу Да это Ты знаешь Пока Ты сам не пройдёшь Это бесполезно Но вот на тот момент Я себя вспоминаю Мне бы там говорили Всё будет классно Там знаешь Меня чего-то мотивировали Да бля Просто пожрать мне Дайте И всё У тебя там Совсем на другом уровне Мышление Знаешь Твоё такое Примитивное Такое Поесть Заплатить за жильё Да Там детей своих Одеть Единственное Что могу сказать Что Это не конец Плюс Сейчас Когда мне пишут Женщины В такой ситуации Когда ну прям Совсем дно Вот как у меня Было Знаешь Когда У тебя нету Плана Б Есть Прекрасные Сейчас Как это называется Для мам Для женщин Оказавшихся В трудной жизненной ситуации Ну как шелтеры Где ты можешь жить С ребёнком Тогда тоже я об этом Не знала Конечно же Я бы пошла У тебя есть дом Тебе там тоже Могут дать профессию Ты можешь там Спокойно жить Со своим детём И когда ты Чуть-чуть окрепнешь Выходить Ну то есть Ты понимаешь Что безвыходной ситуации Её нет На самом деле Ты Ну вот ты говоришь Про Бога Я тоже Насколько знаю Ты очень сильно Веришь в Бога Вот расскажи Как ты там Не знаю Просишь что-то Как ты молишься Как Какие моменты Тебе вот он помогал Какая-то философия Может быть Философия такая Доверие Он лучше знает Что для нас хорошо Вот ты будешь думать Вот как я думала Что мне хорошо Чтобы был со мной Вот этот мужик Который меня послал Нахер беременную Моему сыну хорошо Чтобы у моего сына Был вот такой отец Потому что это его родной отец И Бог Пожалуйста Сделай так Чтобы мы все вместе были Как я хочу Чтобы он понял Пожалуйста Пусть он поймет Что он потерял вообще И вот мы будем все вместе И я его просила об этом Много лет Понимаешь Я уже тратила на это Свою жизнь Выпрашивая Вот эту вот любовь Ну пусть он меня полюбит Ну пожалуйста Ну пусть он полюбит Своего сына Ну пусть мы вот Ну как-нибудь там Ну сделай что-нибудь А он в этот момент Понимаешь У него был совершенно Другой план На нас На меня На моих детей А я дура Вот могла бы раньше Сказать Хорошо Как произошло Да В один момент Я действительно проснула С таким мужчиной Думаю Да как меня все заебало Бог говорю Делай что хочешь Вообще Все Я вот отхожу в сторону Вот что хочешь Делай со мной Мне все равно И понимаешь И он сделал так Как я вообще Даже не представляла Не мечтала Ты что Что я буду там В Америку ездить Для меня это было В Аргентине рожать В Аргентине рожать Для меня это было Какое-то из разряда Ну кто туда летает Вообще В принципе И кто на самолетах летает Ну богачи какие-то там Знаешь В путешествия ездят Тут жрать нечего Это вот знаешь Как вот картинка Да Когда Иисус Говорит Дай мне вот этого мешка Маленького Да Маленького Нет Я тебе не дам Да За спиной Просто доверься мне И очень часто бывает Когда тебе кажется Что какой-то полный П По факту Это происходит Лучше Несколько раз Все во благо Да Все во благо И поэтому Для подписчиков Прям скажем Для зрителей канала Что даже если сейчас Какая-то у вас сложная ситуация Просто доверьтесь Знаете Что для вас Приготовили самое лучшее И кстати Поделитесь в комментах Может быть были у вас Тоже какие-то ситуации Когда вам казалось Что все Жизнь тлен А по факту Это выворачивалось Еще в какое-то Прекрасное путешествие Жизни Обязательно поделитесь Интересно Почитать Ну вот это Сто процентов так Я Вот это прям Главная философия Мне кажется В самой жизни Расскажи Как вы познакомились С Демидом И как Из вот той Влады Которая была Все равно На мой взгляд Немного неуверена В себе Да Оплачивала путешествия Там Каким-то мужикам Да А воплотилась В новую Владу Уверенную в себе Сексуальную Которая уже сама Принимает дорогие подарки Вот что произошло Твой путь Ты знаешь Она была Всегда Я всегда любила себя Всегда была в себе уверена И как я говорю В один момент Я просто забыла Об этом Ну реально Вот моя самооценка Пошла ко дну И произошел Весь вот этот вот Трэш Который произошел Потом опять же Да Вот история Когда я сказала Все бог делаешь Хочешь И началась Вот это вот И меня как отпустило Как камень С души Упал И тебе так легко Тебе классно И ты думаешь Господи Что я вообще На что тратила Свою жизнь Я понимаю Что мне там 33 года Я еще Молодая Прекрасно Я начала Спортом заниматься Пошла в зал Я начала Поменял У меня были там Длинные белые волосы Иначе я пошла Просто выбрила Вообще все Сбрила Ты что сделала Я пошла Набила татуировки Ну то есть все У меня все изменения Внутренние Начались через внешние Вот через принятое решение О том что все У меня Съепало Я хочу по-другому И через Внешние изменения Ты начинаешь Нравиться себе В зеркале Ты видишь Свои достижения От спорта Не знаю Элементарно Пресс у тебя появился Или поп Ты накачал И ты смотришь Нифига себе Я И внимание окружающих Ну конечно И все тебе говорят О ничего себе Как ты так сделал И ты такая Я еще Ого-го Вот И начались какие-то Да Вот эти трансформации Внешние Ты становишься Просто смотришь В зеркало И видишь другого человека Незамученную эту Владу И все знаешь Вот мне пишут Ой ну конечно Пластических операций Понаделалась И сразу стала другой Так фишка там Две фотографии Если взять И там и там Без пластических операций Понимаешь Это плюс-минус Там одно время Просто работа с телом Конечно Ты походила в зал Да Ты начала У тебя цвет лица Поменялся От того что ты больше Не тратишь свою энергию На человек Которому ты нахер не нужна Лайфхак номер два Направлять энергию В себя И заниматься спортом Конечно Ты начинаешь Светиться И это Вот девчонки Которые находятся Там знаешь В тяжелых отношениях Или там Переживают Какие-то вот Ну подобные проблемы Да Они уходят в спорт Они уходят в эти энергии Да И сидят И жалеют себя Конечно Идти в спорт Вместо того чтобы пойти Вот внешне Вдруг очень много Никаких отношений И мужики Вот в формате Спортсмен И Линке Типа что в Москве Ну короче Очень весело Классно На Кутузовском На разные телепередачи На разные шоу Расскажи Как тоже это происходило Был ли какой-то хейт Ты с кем оставляла детей Как это вообще происходило Слава богу Моя мама Переехала В Новосибирск Где я на тот момент жила Очень просто была Несказанно счастлива Потому что Ну она действительно Была моей такой Палочкой-выручалочкой В тот момент Когда я вот пошла На холостяка То есть она могла Спокойно оставаться с детьми И я доверяла Мама есть мама Вот И ну выручала меня На хейт Он вообще Это мое второе имя Мне кажется Да Вот ты делаешь Очень экстраординарные поступки Там Выбрила голову Покрасилась в розовый Пошла в сетевой В то время Это было не так нормально Как сейчас Согласись Я тебе больше скажу Когда я пришла в сетевой Вообще Все мои подруги Которые на тот момент Были удачно замужем У которых были Ну не их бабки Бабки их мужей Да Мне говорили Фу Зашкварилась Господи Какой ужас Вообще На дно Просто Знаешь Как будто я там Я не знаю Чем занимаюсь Ну как ты вот это переживала Не хотела сказать Ой нет Я тогда не буду Одна единственная фраза Которую я сказала Говорю Вы будете Моих детей содержать На карту Каждый месяц Мне деньги будете переводить В путешествия Будете переводить Нет Ну все Тогда давайте Вы сейчас примете Тот факт Что это моя работа Теперь Я вот здесь Теперь работаю Я выкладываю Посты В инстаграм В том числе О том что я работаю Если вам не нравится Вы можете отписаться Они мне причем Угрожали сначала Тем что Еще выложишь Еще такой пост За шкварным Мы тебе отпишемся Я говорю Да ради бога Мне детей кормить надо Ну все Отстали В тот момент Как само участие В шоу Было ли что-то новое Для тебя Что-то не так Как на телеке Или тебе понравилось Участвовать Все было классно Нет Мне не понравилось Участвовать в холостяке В том же Во-первых Мне не понравился Холостяк Начнем с того Что я Ну ты ради пиара Просто шла Конечно Мне написали Меня туда позвали Причем я тебе Больше скажу Они написали Демиду Он был на меня подписан Они говорят Ты ее знаешь? Он говорит Да Мы еще не были знакомы С ним лично Просто были вот в НЛ Он говорит Да Типа знаю Она со мной В одной компании Позвать ее хотим На холостяка И он дал мой контакт Ты понимаешь Насколько все это Вот И я пошла на этого холостяка Ну конечно же Я понимала Что это шоу Что это Ну я не за любовью Туда за своей пошла Вот Но все Я вам скажу так Все сцены Которые должны были быть Мои Они вырезаны По той причине Потому что я очень себя так Вела Как в принципе веду всегда Ну прямо говорила Как есть Не понравилось Нужно там Действительно Ну играть Соблюдать какой-то некий Негласный сценарий Да Да Такой Без какое-то время Не сразу Вообще Изначально Да Все его воспринимают Красавчика Да А я не воспринимала так Ну я не говорю Что он был для меня Уродом Там каким-то Вот Но я его не воспринимала Как каким-то там Вау Сусь Кипятком Симпатичный парень Я его Красавчиком Начала воспринимать Гораздо позже Когда я его уже полюбила И полюбила я его Гораздо позже Не с первого взгляда Там знаешь Все С первого взгляда Это была страсть Влюбленность Обычная Ничего не имеет общего С любовью Расскажи Как вы в паре Ревнивый или нет Потому что Каждый из вас Достаточно яркий Сексуально привлекательный Есть ли у вас Ревность Там Скандалы По этому поводу Сейчас Слава богу нет Но раньше Это был вообще Такой пожар Смотришь Мне просто даже Смешно вспоминать О том Какие концерты Причем Закатывала не я А Димит Причем Всегда все думают Что это я Ну такая знаешь Ревнивая Вот он такой Там за ним куча Женщин бегает И я должна ревновать А на самом деле Все наоборот Я никогда не давала поводов Но он очень Был ревнивым Потому что Не было доверия Ну это на начальном этапе Носил стульями Мы полетели На Санторини В Грецию И вот в отель Я стою с телефоном Переписываюсь с мамой Рассказываю Как классно И видимо В этот момент Улыбаюсь И он видит Что я с кем-то Переписываюсь Улыбаюсь И просто берет стул И его в стеклянную дверь Это вся дверь Вот так Ну здоровенная Осыпается на пол Он вообще в ярости Ну слава богу Не было у нас никакого Никогда рукоприкладства Ко мне Но тем не менее Дома летало все Все мои духи разбиты Знаешь Короче стулья поломаны Он такой темпераментный Мужчина Вот Не еще больше Разгонять этот скандал И делать так Чтобы мужик Вообще там его разорвало А подойди Я его всегда Вот так просто Зажимала к себе И говорила Все Все Давай Тихо Успокойся Давай Да Кстати Димит Достаточно Ну можно так сказать Альфа Да Он любит лидировать Однозначно Когда я видела вас В тусовках Для меня было Новостью Да Что ты такая яркая Прямолинейная А в отношениях Ты такая Как Димит Скажет Как Вот как у вас Какие-то правила Из традиций Мне кажется Это называется Баланс Гармония Ну нужно балансировать Свои яйца Мужику Показывать не надо Они может быть Там здоровенные Стальные И ты можешь быть На работе Или там Супер там Жесткой Бизнес-леди А дома Ты должна Эти яйца Отстегивать И быть Женщиной Своему Для своего мужчины Вот какая должна быть Женщина Или какими качествами Обладать Чтобы быть Суспешным Красивым Мужественным Богатым мужчиной Ебало Вовремя завалить Мужик Мне кажется Это единственный Единственный Просто заткнись Вовремя Девчонки Особенно сильные Девчонки Они же любят Этими яйцами Помериться с мужиком Понимаешь Переспорить его Доказать Что ты права Но это кстати Еще и Демида заслуга Потому что он один раз Мне сказал Или ты со мной Постоянно споришь Ты хочешь быть правой Или счастливой И я такая Знаешь А у меня Вот это с детства Мне мама всегда Говорила Что ты все время Споришь И я такая Думаю Блин Реально Я хочу быть правой Мне важно Правоту свою доказать Или я хочу быть Счастливой С этим мужчиной Сказала Да действительно И все И как рукой с него Перестала А как не укатиться Знаешь В такую Серую мышку Которая позволяет Все своему мужу И он на нее тоже В какое-то время Начинает забивать Начинает гулять Раз ты там сидишь Молчишь Как вот выдержать Этот баланс Слушай Ну не то что ты сидишь И не отсвечиваешь Ты же занимаешься собой У тебя есть свои интересы Ты развиваешься Ты можешь сходить Не знаю Одна в клуб Одна в кино Встретиться с подружками Это я так да Записаться на какой-то курс Я не знаю Господи Пойти там танцевать На пилоне Да все что угодно То есть у тебя Своя интересная жизнь И ты приходишь домой С горящими глазами И тебе есть О чем с ним поговорить Ты обрати внимание Знаешь Вот Я буквально на днях Смотрела Как сидят пары В ресторанах где-нибудь Да Все в телефонах Да То есть Людям не о чем поговорить И я так и думаю Блин А мы тоже в телефонах сидим И я понимаю Что мы с ним До сих пор разговариваем И вот еще один показатель Того что Мужик тебе доверяет Ему с тобой интересно Это когда он к тебе приходит И начинает свой Ебанутый сон Рассказывать в деталях Понимаешь А ты сидишь И уточняющие детали Ему задаешь Понимаешь А он там тебе Длиннющий свой сон Как Чой И так далее Вот Рассказывает Ну то есть Есть всегда О чем поговорить Это мне кажется Главное Для тебя важно Чтобы мужчина Больше зарабатывал Важно А если нет Это не мой мужчина А если меньше зарабатывает Это не мой мужчина Мне Ну это тоже такой Своего Рода Показатель Его Уровня Его развития Его там Какого-то Целеустремленности Если мужчина Там ему уже Там почти 40 лет Если он 40 годам Ничего не заработал Ничего не смог Ну с чего ради Он вдруг в 50 Станет Миллионером И ты его там Замотивируешь Или что Как это произойдет Никак А я хочу жить хорошо Мне 40 лет Я хочу Вкусно есть Жить В красивом Месте Трахаться Все Больше ничего не надо Димит Все пункты Закрывает Все Мне ничего не надо Понимаешь И вот эти вот Ой там Ну зато он Перспективный Да Зато он талантливый Да он мне 40 У меня нет времени Сидеть его Пока он там Свои перспективы Эти все Достигнут Ну а как вот например Замотивировать мужчину Чтобы он больше зарабатывал Ты считаешь это Возможно или нет Я ненавижу вот этих всех Коучей 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 из всех Удюгов Вещают Что Это роль женщины И вот С правильной женщиной Он будет там Зарабатывать миллионы Не надо на себя грести Вот эту вот Всю историю Что он не зарабатывает Миллионы Потому что я хреновая Да с чего ради Маткой дышу Маткой плохо дышу Неправильно медитирую Да с чего ради Это дело в тебе Не надо мужика Мотивировать Ничему Как можно Взрослого человека Замотивировать Зарабатывать деньги Я хочу тебя Замотивировать Чтобы ты жил хорошо Он сам должен Хотеть жить хорошо Понимаешь Не надо его Мотивировать У тебя нет Таких компетенций Ты ничего не можешь сделать Если он хочет Лежать на диване Он будет лежать на диване Занимайся собой И своими деньгами Это все Что ты можешь сделать Своим развитием Ты можешь расти Чего-то добиваться В том числе В финансовом плане Он на тебя посмотрит Лежа с дивана И скажет Так Что-то не то происходит Я тоже хочу Смотри Она что-то На движухе какая-то Либо он скажет Молодец Иди Работай дальше И все То есть я всегда говорю Он либо подтянется Либо отвалится Не надо его Ничего с ним делать Специально Вот смотри Я работаю Я такая молодец А ты блять лежишь Что-то ты тут лежишь Развалился Какие подарки Тебе дарил Демид Которые ты можешь вспомнить Такие запоминающиеся Дорогие Мы не романтики с ним И ни я Ни он Не любим сюрпризы И я всегда Придерживаюсь правил Что мужик намеков Не понимает Нужно ему просто сказать Что ты хочешь Ну там допустим Я говорю Хочу роликсы Вот у меня никогда Не было часов Дорогих Я хочу дорогие роликсы А он никогда Не покупал Женщине Дорогие часы И он идет И покупает их Понимаешь Может быть Ты хочешь что-то еще Я говорю Нет Я хочу вот Роликсы Все И для него И для меня Это знаешь Для меня это Что ага Он не жмет Деньги на меня Ну а вообще Он щедрый Сам по себе По своей натуре Или он вот Для тебя делает подарки Для меня Я не могу его назвать Что он так знаешь Направо и налево Эти деньги Раскидывает Ну а вот Какая должна быть девушка Вот это опять Еще один курс Что сделать Чтобы мужчина Дарил подарки Да нужно самой быть Самодостаточной И успешной Ты сама зарабатываешь На сегодняшний день Да Хорошо Зарабатываю Я хорошо Я могу его содержать И детей содержать И всех А как тебе удается Вот этот баланс То есть смотри Ты сама хорошо зарабатываешь При этом в отношении Ты мягкая Любящая И так ведомая Можно сказать Как вот этот баланс Весь прикол Когда у женщины есть деньги Она с мужчиной находится Потому что она его любит А не потому что он ей Вечером хлеба принесет Понимаешь Ей не нужно Хавать дерьмо Потому что он ее кормит И потому что он ее Жилищный вопрос закрывает То есть я могу Он знает что Не деньги меня рядом с ним держат Понимаешь Да классно что они у него есть Но это не основное Что меня держит рядом с ним Он знает прекрасно Сколько у меня денег Что я могу себе все купить сама Что я не буду у него попрошай Ну пожалуйста Может айфон мне купишь Понимаешь Нет такого Он сам говорит Давай тебе что-нибудь купим Фладочка Чего тебе не хватает сейчас Ну не знаю Может бриллиант желтый Он такой Ах Такой знаешь Ах ты Ну короче Ты делишься какими-то лайфхаками В своем курсе В ладу с собой Или на чем основу То есть там будут Какие практики сделать Ты что Ни в коем случае Я не учу женщин Как знаешь Как охмурить мужчину Развести музыка Как завладеть его мыслями Там знаешь Как его подсадить Вот расскажи О чем вот этот курс О себе О том что ты без мужчины Классная Самодостаточная Личность Что ты есть Вообще в принципе Отдельно от мужчины Что мы не пляшем хоровод Вокруг членов Всю жизнь Знаешь там Не молимся ему Что мы сами Что мы сами Можем Всего достичь И когда ты сама С собой В гармонии В кайфе Когда ты можешь Побыть Одна И тебе от этого Не страшно И не тревожно Что ты одна Понимаешь Тебе не трясет Господи Мне срочно надо Найти мужика Я неполноценная Со мной что-то не так Нет То есть ты в кайфе Ты можешь полететь Там с девчонками Или одна Или там не знаю С родителями В путешествие куда-то Сходить в музей Знаешь Познакомиться с мужчиной Просто Не с целью его Рассматривать Как потенциального Своего будущего мужика И там уже Детей и семью нарисовать Нет Ты можешь просто С ним спокойно общаться И тебе это не вызывает Какого-то дискомфорта Ты там Не тревожишься Не нервничаешь Большинство женщин Совершает одну и ту же ошибку Они приходят там Не знаю На свидание Или даже не на свидание Какой-то вот она В кафе В клуб пришла И вот эти вот Бегающие глаза Ищущие Выцепляющие Мне нужен мужик Мне нужны отношения Мне нужна семья Вот я всегда говорю А вы ролями Вот поменяйтесь Если бы мужик Вот так сидел И он бы Вот знаешь Весь такой Судорожно искал Блин Мне срочно надо Все Потенциальная моя жена Да Бежать хочется От него душнота Вот это вот Понимаешь Душат Мне лишают свободы Я хочу от этого Убежать Поэтому Курс учит Любить себя Наслаждаться собой Что жизнь Прекрасна И без мужчины Но Как правило Мужчина Появляется сразу же Как только ты начинаешь Любить себя И наслаждаться жизнью Просто вот Неоткуда Кстати Друзья Вот этот замечательный курс В ладу с собой Мы с Владой В течение недели После выпуска Да Я думаю Одно место Подарим одной из участниц Которая комментирует это видео Поэтому Пишите Может быть Какие-то у вас Суперклассные ситуации Произошли Может быть Вы уже были В рубрике Советы бабушки Влада Да И принимали Какой-то совет И у вас тоже Жизнь поменялась Может быть У вас сейчас Какой-то вы Трындец Так скажем Переживаете Жизненная ситуация Пишите в комментариях В течение недели Мы с Владой Выберем Как раз Сейчас у нас Одиннадцатый поток Стартует Одиннадцатый поток Да И будет прекрасно Какие там Кстати результаты Можешь поделиться Вот что происходит У девушек Абсолютно разные Результаты Курс допустим Да У меня вообще никак Не про деньги Но тем не менее Девчонки выходят Там знаешь Сделала Икстрив в доходе Или там Меня взяли На работу мечты Или там Я наконец-то Открыла свое дело Ну то есть Все взаимосвязано Когда ты целостна Когда ты уверена В себе У тебя и карьера Это называется Баланс гармония Вот та самая Которая все говорят Когда у тебя Все везде Плюс-минус Ровненько идет И ты такая Знаешь Без перекосов Ты прекрасный Обожаю Я обожаю свой курс Это прям Часть души моей Вот И всегда радуюсь За тех Кто туда приходит И выходит И приходит Снова Знаешь Девчонки там По кругу Любят Приходить Давай завершим Сейчас тему отношений Перейдем К другому этапу Последний Серьезный вопрос МЖМ Или ЖМЖ Блин Если хочешь Не отвечай Да нет Господи Ты что Я сто раз Отвечала На эти вопросы В инсте У себя Поэтому Не составит Большого труда Вообще Если ты Делаешь что-то Опять же Ради того Что угодить Своему мужику Потому что Он на этом Настаивает Да Кстати Ну как правило Это же не женщину Предлагает Как правило Мужчина Давай там Девчонку Еще одну Эх Сейчас Загудим Если ты делаешь это Наступая себе на горло Ну как бы Ну блин ладно Сделаю Ну чтобы вот Ему сделать приятно Ему сделать классно Да Или чтобы не потерять его Ну в том числе Из страха Да скорее всего Его потерять Все считай Пропало все И отношения ваши тоже Потому что мне потом пишут Вот я так сделала Знаешь Ревность Ну конечно У меня там ревность Я теперь не могу На него смотреть И так далее Нет Только если ты сам Хочешь Экспериментов В том числе В своей интимной жизни Она вообще Нет Ничего страшного Что ты хочешь Чего-то Неординарного Так скажем Да Все Что касается Там Двух человек Там Да Закрыто Все нормально Отсутствие секса Ненормально Все остальное Классно и нормально Все с вами Ну и Если закону не перечит То все прекрасно Если мы так скажем Топ-3 совета От бабушки Влады Вот что бы ты порекомендовала Девушкам для счастливых Гармоничных отношений Вот опять мы про отношения Да Ну давай про все Давай про все Нет Вот самое главное Что я хочу сказать Всем девчонкам Это Заниматься Своей Самодостаточностью И состоятельностью И состоявшись Короче Занимайтесь Зарабатыванием денег В отношениях хреново Уйди в деньги Там я не знаю Что-то там с мужем не так Иди в деньги Зарабатывай деньги Они лишь Вот где лучше страдать Вот ты переживаешь разрыв Тебе лучше Собраться Улететь на Мальдивы И там плакать Или у тебя там Сейчас вот зима Знаешь И ты где-нибудь В хрущевке там С трамвая вышла Без денег Знаешь Сидишь Пивасы Попиваешь И плачешь Где лучше плакать А вот чтобы на Мальдивах Плакать У тебя должны быть бабки Свои Ничего нет Прекраснее Знаете Это лучше даже Чем секс Когда у тебя Приходят Энные суммы На твои счета Вообще Это так классно Ты чувствуешь Говорят За деньги Ничего не купишь Да ты покупаешь себе Ищущение свободы Ты покупаешь себе Возможности Ты можешь Блин Все что угодно сделать Мы были на одном тренинге И для меня прям такой инсайт был Там тоже говорили Как сохранить там Свои отношения Что если развод Вот там мне муж бросил Как пережить И классный такой лайфхак Первое Занимайтесь своей красотой Своим телом Да Второе Зарабатывайте деньги Ну собственно Как ты сказала Потому что Даже если тебя На прям муж бросает У тебя красивое тело У тебя есть деньги У тебя очередь уже стоит И такая Там два дня поплакала И говоришь Ну окей Пойду исследовать этот мир Дальше следующий Да Дальше следующий А что происходит Когда и ты И он Занимается И телом И зарабатывает деньги Вы понимаете Что блин А лучше него нет И каждый день Выбираете друг друга Ты выбираешь этого человека Это универсальная формула Ну даже если что-то пойдет не так Да Разные взгляды И так далее Ты говоришь О, у меня уже очередь И тогда Ты счастливый Довольный И классный Сто процентов Вот поэтому Это главное Наверное Да Вот два у нас получилось Заниматься Собой Всегда Своим телом Ну что Тело у нас Дано одно И с ним мы До конца Дней наших Да Совершенствоваться Заниматься Да Своим здоровьем Цветущим Видом И так далее Да И второе Вот деньги Причем деньги Это же все равно Результат твоего мышления Твоего образования Твоих действий Развития твоего Естественно Ты зарабатывая деньги По-любому прокачиваешь еще Другие свои качества Да Сто процентов Просто Многие девчонки Еще мне пишут Женщины Ладно Будем их так назвать О том Что Ну вот У меня есть муж Он закрывает Все мои потребности Но с тобой Вот так случилось Со мной Так не случится И это Самая Главная Блядь Ошибка Я ничего Ни в коем случае Не вангую И не говорю Что конкретно с тобой Так случится И муж твой может Помереть Уйти Да все Ну Не обязательно Да он там Изменил И там Развелся с тобой Оставил тебя ни с чем Да он Элементарно Помереть завтра Может А ты осталась У разбитого корыта С детьми Не знаю И все И что А делать ты ничего не умеешь Поэтому пока сидите дома В декрете Не в декрете Не важно Пока у вас есть прекрасный муж Вы Складывайте чуть-чуть там Себе Подушечку безопасности И начинаете чем-то заниматься Да там Курс какой-нибудь прошла Какой-нибудь скилл заимела Понимаешь Там Сейчас тем более все онлайн Раз научилась одному Другому Вот у тебя уже есть навык Который Он всегда будет с тобой То есть Что бы ни случилось Ты всегда сможешь Заработать себе на хлеб Или там Открой себе счет Не знаю Инвестиционный Куда-то Да ты там Какой-то капитал себе Создавай Потому что сидеть И Ну это такое тоже Перекладывание ответственности На мужика Что вот он есть Он нас обеспечивает Кстати Сейчас перебить Хреново туча Вот этих психологов Мужиков Которые говорят Что женщине работать Не надо Окей Не работай Занимайся хобби Которое приносит тебе деньги Все что угодно Но ты Просто я иногда смотрю Думаю Блядь Какой ужас А Нет Мужчина должен Все делать Он должен Да Мужчина должен Все обеспечивать И слава богу Когда он есть Он обеспечивает Но и ты Сама должна быть Не дура Согласна Кстати Девушки Напишите в комментариях Есть ли у вас Своя какая-то кубышка Вот просто интересно Даже процент посмотреть Сколько у нас девушек Которые имеют Свою кубышку Какой-то свой Инвестиционный Может быть Портфель Или вы вот Сколько получили Столько потратили Или живете Вообще на деньги мужа Просто вот Или не дай бог Складывайте их Пятьдесят на пятьдесят Знаешь По зарплату Вообще котел Нет Так тоже делать Конечно Влада Не могу не спросить Я часто тебя вижу В очках И сегодня ты тоже На интервью В очках И я знаю Что у многих Твоих подписчиков Это тоже волнует Почему ты очень всех Триггерит Да Почему ты постоянно В общем ты все время В очках Вообще ответ Очень прост Мне сделали Полтора года назад Серьезнейшую операцию На глаза И это не блефоропластика К сожалению Я бы очень хотела Чтобы это была она И очень Реагируют глаза На свет Особенно профессиональный Когда мы снимаем Там уроки Я снимаю Да Или вот сейчас Мы снимаем Вот свет софитов У меня они просто текут Болят И мне больно И соответственно Когда я в очках Мне не больно Вот И на самом деле Ничего такого Сверхъестественного Загадочного Так что хватит Задавать этот вопрос В прачке Да В прачке Почему ты в очках Расскажи про свое здоровье Мы все наблюдали Что я честно говоря Точно не знаю Ты столкнулась С какой-то проблемой По здоровью И лечилась Расскажи Как ты себя сейчас чувствуешь И что было Если это тоже Сейчас все прекрасно Я на удивление Даже беременна У меня просто Проблема с щитовидной железой И кстати Вот совет номер три Проверьте Свою щитовидную железу Все абсолютно Без исключения Сдайте Просто на гормоны Щитовидной железы Потому что я всю жизнь Жила Проверяла все Кроме нее Потому что Я понятия не имела Что она играет Такую важную роль Вообще В нашей жизни В жизни нашего организма Как оказалось Что может от нее быть Все Она может похерить тебе Весь организм Это такой дирижер Вот организм Весь оркестр Это дирижер И если с ним что-то не так У тебя осыпятся Все органы У тебя были какие-то осложнения Или ты успела Это предотвратить Ну Осложнения Во-первых На глаза Самое главное Во-вторых Ну конечно Ты чувствуешь себя Отвратительно Тебе нельзя заниматься Спортом Ну я конечно Пренебрегла Этим Этой рекомендацией Ты пьешь радиоактивный йод Ну то есть Добровольно идешь Пьешь радиацию Это Как повлияло На твой организм Ну слава богу Никак Мой организм Сказал что Нам радиация Нипочем А какие бывают Последствия Да самые разные Ну вплоть там Я не знаю До рака Щитовидной железы Ну все что угодно Просто я Всех своих подписчиков Всегда предостерегаю И твоих зрителей Хотела бы Просто сказать Что ну Проверьте Особенно если вы чувствуете Что вы эмоционально Нестабильны Постоянно у вас То истерики То какие-то нервные срывы Что у вас нет сил Ни на что Вот часто такое бывает Что вы худеете Или наоборот Набираете вес Ни с того ни с сего Ну просто вот вроде там Сижу на диетах А похудеть не могу Или наоборот Набрать не могу Понимаешь Все горит В общем нужно просто Вот за своим Дирижером Так что мы можем Включить в наш Помимо заниматься Спортом Зарабатывать деньги Занимайтесь Здоровьем Да Потому что ну Когда мы молодые Мы беспечные Кажется всегда так будет Мне кажется Ну что там Господи Я всегда буду здоровым Что мне проверять Вот А ближе там В сорок Так вообще Господи Каждые две недели С анализами Ко мне приезжают Домой Знаешь Ну вот кстати Да У тебя была болезнь Тебе сорок лет И Ты беременеешь Да Врачи кстати удивились У меня как вообще Со своими гормонами Умудрилась забеременеть Ну видишь Когда ты опять же Да Ты не думаешь о том Мне сорок лет Да Я не смогу Да вообще в сорок лет Уже не беременеют Да наверное надо Ну вот Ты как бы ну А что такого Ну опять же Было какое-то давление Окружающих Что типа Блин Влада Куда Ну после того Как они узнали Что я уже беременна Да Уже после Ну конечно Там все Всему свое время Нужно рожать вовремя Я тоже так думала Знаешь Когда была Там двадцатилетняя Девушка Я тоже думала Ой До тридцати пяти Ну максимум В тридцать пять Можно родить Последнего ребенка Дальше Ну нет Ну вообще Ну куда Ну что это Будешь приходить Знаешь Эти вот Совковые Эти стереотипы Что ты будешь Приходить в детский сад А тебя будут думать Что ты бабушка А не мама Короче вот эта история Я говорю Да я слава богу Не хожу в детский сад Поэтому мне это не грозит И в школу тоже На собрание Но как кстати Протекает сейчас Твоя беременность Чем она отличается От предыдущих Да в тысячу раз лучше Осознанней Кайфовей Я наконец-то могу Наслаждаться Беременностью Раньше мне В предыдущие Первый раз Мне 20 лет Было еще Пуля в голове Второй раз Мне надо было Выживать Какая там беременность Да ты носишься Там по всей этой Москве Я помню Эти анализы Нужно там В одно Там сдать Другое Все это бесплатно Нужно записаться За месяц Там знаешь Нести через всю Москву Там к тому же Генетику например И все И у тебя нет опции Заплатить деньги Потому что У тебя этих денег нет Сейчас Все Я Мне нужно сдать анализы Приедьте ко мне домой Возьмите Сейчас ты кайфуешь Я вообще Я так наслаждаюсь Я бы ходила Еще и ходила Всегда кажется Что я буду ходить Всегда теперь Так Мне классно Наконец-то И даже несмотря На все там Проблемы Да Со здоровьем Я себя чувствую Физически лучше Сейчас В 40 Чем тогда Чем тогда Да Потому что Все-таки Твое Эмоциональное состояние И здоровье Влияет больше Чем физическое Вы едете Насколько я знаю В Аргентину Расскажи Почему Такой выбор Как вообще У тебя Ощущения Очень Такой Меркантильный Меркантильная Причина Для того Чтобы поехать в Аргентину Потому что они дают Гражданство И паспорт Аргентины Который В свою очередь Дает тебе Право Въезда В 167 По-моему Стран Безвизового Въезда Соответственно Это дается Ребенку Это дается Родителям Это дается Братьям Сестрам И даже Бабушкам Дедушкам Когда выйдет Кстати подкаст Ты уже будешь В Аргентине Поэтому мы будем Смотреть твои Сторис И вдохновляться Аргентинским Вайбом Я думаю На такой прекрасной ноте Мы заканчиваем подкаст Обязательно Все подписывайтесь На канал Пишите комментарии Потому что Только в течение недели Мы выберем участницу Комментарии могут быть Абсолютно любыми И Влада Твое слово Опять же Твои знаменитые советы Бабушки Влада На путствие На путствие Мне кажется Я уже все сказала Все советы я дала Я очень буду рада Если хотя бы Одна из вас Воспользуется И задумается То Мир не крутится Вокруг мужика Что я и сама Классная Что я не терпила Что я могу Заработать деньги Что я могу Обеспечить своих детей И все у вас Будет замечательно В общем Да И особенно Те кто попадет На курс Так вообще Гарантирую я Что все будет Все будет зашибись Петрова Красиво и сурово Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok